А те, кто технички, медсестры, 200-300 тысяч, они что, не имеют права получить квартиру и в двойном размере отдавать? Где она доступна, эта программа? Гонка за деньгами. Так жители столицы назвали программу ипотечного кредитования 7-20-25. Около 30 астанчан собрались у Национального банка Казахстана с требованием убрать ограниченный лимит денег, который и так выделяется раз в квартал. Каждый из нас в 2022 году вложил деньги застройщикам. С застройщиками мы договорились, что 7-20-25 действует, некоторые застройщики не 20%, а 30% взяли с каждого человека, например. И получается сейчас проблема в том, что наш ЖК уже достроен, документы на руках, но, оказывается, государство приняло решение за один день в 2023 году, что лимит до этого, до 2022 года, его уже нет. Аннулирован, да. Мы хотим от государства помочь ипотечникам. Мы не бесплатно берем, мы за свои честные деньги хотим, чтобы нам убрали лимит. Это незаконная программа 7-20-25, мы вложились, да, зная, что ее везде рекламируют, да, и получается мы вот просто за свои деньги в двойном размере будем отдавать эту сумму, правильно? Мы не можем. Я вот, допустим, ночью простояла, везде пишет мне это от возмущения, что мы стояли за консультациями. Какие консультации? Какие консультации, да, мы все стояли. Вот я с документами пришла, понимаете, я там стояла с документами, восьмая по очереди, и то у нас оформились 3-4 человека, и то вместо 20 миллионов, кто просил, дали 12, кому-то 6 миллионов, остальные все. Мне 55 лет, да, и мне ее не могут одобрить. Почему? Я законопослушный человек, я плачу налоги. С зарплатой 400 тысяч, 40 тысяч уходит на пенсионы и на остальные налоги, правильно? А почему сейчас одобряют в банках, фридом, везде говорят, одобряют, даже если будет, в основном у кого зарплата 500 тысяч? У всех первая квартира, еле как собранные деньги, вот эти 20% тоже, допустим, для средних слоев населения, обычные работники, бюджетники, наемники, для них тоже это неподъемная сумма, честно говоря. Я пресс-секретарь, я не отвечаю за распределение лимитов. Я сейчас переговорю со структурами, которые там готовы, и организую вам встречу. Получается, они у нас только взяли обращение, чтобы там в обращении мы указали, чтобы хотя бы ежеквартальный лимит, они, ну как бы, весь лимит, который есть, 100 миллиардов, мы потратили в первом квартале, либо же вообще убрать лимит 100 миллиардов в год. На что они нам ответили, что обращение принято, они отправят это обращение председателю Национального банка, они рассмотрят и в течение недели нам ответят.